Доброе время суток поклонники бокса. Следующий поединочек, который мы обсудим, это Джарвонто Дэвис и Исаак Круз. Исаак Круз выходит, ребята, на коротком уведомлении. Мексиканец, который выручил Джарвонто Дэвиса и решил с ним побиться. Смелый парень, жалко его, друзья, с одной стороны мне, а с другой стороны, с кем еще больше заработает Исаак денег, как мне с Джарвонто, правильно? В принципе, это бокс для этого и существует, чтобы кто-то заработал большие деньги. Так, что по бойцам? Ну, Джарвонто Дэвис, ребята, уже всеми заезженный боец, который меняется и меняется в лучшую сторону. и сам Мэйвезер тоже уже... А почему вот он меняется? Смотрите, какая цепочка, да? Это что? Это прессинг, поднятые руки, подход к сопернику, и когда подходит на свою дистанцию, ищет момент, чтобы удосрочить. Мэйвезер, ребята, тоже в своих последних боях, ну, боями-то их можно и не назвать, но все равно бойцы ребята крупные, бойцы бьющие, да? И посмотрите, как он работает. То есть, человек тоже поднял уже блок, и уже вот эта Мэйвезерская защита, он сам показал, что она нахер не нужна, и то, что она может с кем-то и не работать, в принципе-то, да? Но для людей, чтобы что-то донести, это нужно их мозговой отдел переворачивать полностью, но это очень трудно сделать, поэтому, ребята, так все у нас в боксе плачевно. Так, ну и вот Джарванто Дэвис тоже. Блок, давление, вот эти все вещи, и нокаутирующий удар. Это говорит о чем? О том, что не идет за решением судей, ну, за победой по очкам, так скажем, а делает акцент на нокаут, то бишь, это опасная манера, в каком плане? То, что если ты не нокаутируешь, можешь и проиграть решение, в принципе, да? Но пока, видите, все работает, и пока работает изумительно у Дэвиса. Так, дальше, Исаак Круз, ребята. Почему и почему жалко? Во-первых, этот мексиканец меньше даже ростом, чем Джарванто Дэвис. Во-вторых, это реально, ребята, мексиканец. И почему жалко его? Потому что он двигается постепенно в правильном направлении. То есть, этот мексиканец уже, ребята, которые тоже парируют прямые удары, поднимая блок. То есть, не просто в башку все берет, а поднимает блок и залазит на разменную дистанцию. Там, конечно, ошибки. И здесь, кроме как нашего канала «Боевая провинция», пока никто не может, я вижу, вот в интернетном пространстве тренеров никто не может преподать. И это работа в размене. То есть, работа в размене без ущерба. Минимизируя ущерб. Вот этого нет у Круза. То есть, он залазит, опускает руки. И, как все нормальные боксеры на средней дистанции, начинает, как Майк Тайсон, помните? Начинал с джеба для захода. Кинул, глаза закрыл. И раз, подходит быстренько. И здесь уже работают боковые и апперкоты. Это самые эффективные удары на этой дистанции. Что Круз и делает. И поэтому, ребята, у него всего одно поражение, но оно было очень давно. Не поймешь кому. И об нем можно забыть. И этот боец бы еще радовал нас. Но видите, как получается. Джервонта Дэвис на пути. Выйдет более мощный, более бьющий. И в размене, в размене, будет пытаться попасть один раз. Хотя и Исаак Круз, ребята, не был в нокауте и в нокдауне. Но чисто теоретически, конечно, бой должен закончиться досрочно. В пользу Джервонта Дэвиса. Просто такой момент. Уж очень много уважения между этими бойцами. Как бы я вижу в соцсетях. И поэтому, ну, может, Дэвис не знает. Может, не будет его нокаутировать. Скажет, ну, ты выйди, замени, выручи меня. А я тебя, значит, как бы не буду убивать в ринге. Ну, все может быть. Мы же, ребята, не знаем. Поэтому видите, что коэффициент 1.08 на Дэвиса. И я бы забрал досрочку. Но и она должна быть в этом бою. Потому что, ну, в размене у Дэвиса вывести. Тем более, более крупного. Потому что Исаак меньше. 163. У Дэвиса что-то там 168, что ли, сантиметров. Дэвис же выстегивал и бойцов, которые здоровые, помните, да? И не битые. И поэтому, смотрите, что я для себя. Вот 1.08 и, допустим, да, я его заберу и в Экспресс, допустим, соединю. Ну, вот какой бой взять? Я, к примеру, ребята, я точно пока не говорю. Я просто вам путь, верный путь направлю. А вы там уже сами смотрите. Ну, вот, допустим, Линдон, да? Бой и я. Там тотал, посмотрел я, расписан как бы неплохой. Тотал там с 4 раундов даже начинается. Или с 3, я не помню уже. Но первый-то бой, помните, выиграл Линдон. И выиграл как бы решением судей. Поэтому, думаю, реванш уже говорит о чем? О том, что, ну, возможно, бой этот затянется за 5 раундов. Ну, там, не знаю, за 6 раундов, да? По идее-то. Потому что бойцы смиренные, бойцы как бы дистанционные. И вот взять там, к примеру, ребята, это не точно. Я еще буду думать. То есть, к примеру, там тотал 5,5, да? И здесь Дэвиса за 1,08. Ну, и, в принципе, можно что-то будет сработать. Все, друзья, всем удачи. Не забывайте подписаться на наш канал. Потому что чем больше подписчиков, тем быстрее бокс, ребята, будет не только там у них. В Америке где-то там, да? В Мексике. Ну, и у нас уже начнет более-менее прогрессировать. Всем пока.